здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем прохождение третьей части сибири подозрительные мышки вот это глюк этой мышки дурацкий потому что я уже игру перезапускал три раза и все равно она стартует вот с этой добильной мышкой ладно бог с ней мы направляемся в машинное отделение наша задача сейчас включить ледоколы мы где-то в по льдах так что то тут валяется самодельные спички видно кто-то из юколов курит и обронил пригодится наверно пригодится хорошо там явно нужно так консоль спереди это оказывается ледоколы спереди у нас стоят я думал что это у нас какие-то средства бездеходного движения корабля думал что может двигаться и по суше но на деле на деле получается что это просто так как мы первую передачу типа врубили да а крышечка а шпича вторую дать вот так типа многовато да понял так многовато ну давай с первой до бамс давай еще над на первую еще вот супер погнали месить или как это должно работать стоп а как только я опускаю идет нагрузка и мне надо переключаться нормально быстро но этого не получается потому что суперское управление у нас да а так быстро ага понял не понял если честно так идет перед так но слышу в куда все говорит сам хотел бы я ее даже не включал третью здесь 2 более чем достаточно ну ладно давай сразу с третьей как саню опускаем и сразу на вторую на вторую здравствуй если вот эту штуку откручиваю да то толка нет никакого это вообще перестает работать это мы типа берем от винтов передачу да хорошо допустим теперь давай сразу тебя на на третью мать твою поставим и уже оттуда поедем до игры есть какая-то проблема с плоскостью y то есть я по иксу двигаю хорошо а вот по игре код начинаются какие-то проблемы криво работает в этом плане на первую господи да да шо дали кокса даем нагрузку пошла падать даем на вторую идёт превышение даем опять на первую сбрасываем что не так что мне вот так переключаться что ли тут стоять или что чем подвох то я не понимаю эту загадку как ерунда может быть хорошо давать так набрали оборота идем на первую передачу идем на третью передачу на третью мать твою мне как нужно опустить а Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А, ну ломит. Ну, отлично. Как их ломать? Угу. Ну, суть ясна. Маленькие вот эти нужно будет? Или только те, что покормят? Ой, ну вообще супер. Молодец. Молодец. так вот там есть еще и один по моему на носу по и оборот не знаю сзади это у нас как там с фонарями есть нет ну один на носу еще точные вот чё только не хватало да ладно ладно как эти сумасшедшие носится так хорошо одна еще у нас на носу есть все или нет я не знаю такие маленькие наверно нет смысла нет резон ломать вот тут она не спустится у меня значит наверно на корме еще есть или нет или все но по-моему все по крайней мере куда ты наверно не про а вот еще есть а как пока им интересуется чудовище всего над чем-то отвлечь я понял а а как вален да отойди дай пройти до что там я ничего нет может быть угольники на него там покричать надо как-то есть но я не знаю что там но и 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 Ну, кажется, что-то в скобейках стояло, какая-то коробка или что-то, но нет. Это, по-моему, не то, что надо. Ладно. Что у нас здесь есть? Надо его чем-то отвлечь. Чем отвлечь? Там ледорога. Может, намотать его на ледорог, но он сзади, а не спереди. Это все не то. Так, уголь, уголь, топка. Нет, это все точно не то. А вот тут что? Скоро начнется хаос. Надо спешить. Это они в корме, типа, да, сидят. А я могу к ним туда? Может, там у них что-нибудь там есть? Там у них нет. Ничего. Быстро! Или нет страусов? Да не волнуйся-то. Хм. А чем мне его отпугнуть-то? Или я что-то упускаю? Видимо, я что-то упускаю. У капитана там может быть что? Ружье он расстрелял. Ружье он расстрелял, а здесь... Здесь ничего нет толком. Хм. Любопытненько. Машина нам ничего подходящего. Хотя, по-моему, это самое логичное место для того, чтобы что-то было. Там под скамейкой какая-то коробка была, по-моему. Или меня проглючило. Надо просто камеру развернуть как-то. Потому что камера вообще не хочет разворачиваться. Вдалеке, вдалеке была скамейка. Под ней, вон, синенькое что-то. Или... Или вот там сумка. Нет. Вот тут вот что-то есть. А, рационное выживание, да? А, флайер. Файер. Не флайер. Флайер другой. Файер. Ну, вообще супер. Если его свет привлекает, то это то, что надо. Хорошо. А как? На прожектор? Шарф. 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 Оно ушло? Оно. Ушло? Да. Похож. О, господи. Этот ублюдок тащит нас на дно! Я думала, что разбив прожектора, мы сможем сбежать. Я тоже так думал. Надо попробовать сделать что-то еще. У вас идеи есть? Отключите двигатель. Наверное, теперь его приманивает звук. Я пока займусь подготовкой. Подготовкой чего? Не посмотруйтесь об этом. Быстрее! Откуда? Срубки капитана, по-моему, да? Мы можем заглушить. Хорошо, хорошо. Сейчас пойдем. Напряженненько, напряженненько становится. Такие крайние... Непонятно. Ага, тут уже Юкол стоит у руля, да? Помогите! Мне кто помог, родной? Ну, что-то нету ничего. Откуда тогда? Машинная, да, получается? А где там машина-то? Мы вроде все облазили. Управление, не чуди. Там ледокол управления. Может, тут где-то просто какой-нибудь тумблер аварийный есть или что-нибудь типа того? Ну, собственно, да. Двигатели. Надеюсь, теперь чудовище оставить нас в покое. Все, аварийно обстановлено, да? Так, хорошо. Капитану валим. Ну, по идее, должно уже все получиться. Вроде бы мы не звучим, не светимся, не шумим. Осталось только скормить ему Юколов, чтобы он успокоился, и вообще все будет хорошо. Нет, вот по-прежнему тут... А куда мне? Черт, не сработало. Надо сказать, капитан. По-прежнему топит. А где капитан-то? Наверху его нет. Ну, по крайней мере, не было. Может, где-то здесь попал, убежляюсь. А, вон он. Он что, валить что-то собрался? Нет, ну, он не трус, нет. Капитан! Что вы делаете? Сюрпризы для чудища. Как отвлечь? Вы о чем? Мы используем спасательную шлюпку в качестве наживки и спустим ее на воду. Это должно отвлечь чудище от кристалла. Я закреплю граммофон, а вы достаньте светильник, быстро! Светильник? Держите светильник, достану. Так, ну эти мы побили. От стены я тоже, наверное, не откручу. Может, у эколы что-нибудь есть? Местцы. Курк, помогай. Мы рассчитываем на тебя. Ой, ребят, толку от вас, конечно. Вот что бывает, если не слушать духов. Не стоило племени менять путь. За! Так, ну надо у капитана смотреть светильник, потому что в других местах уже точно нет. Ну что, мы же там точно везде все потаскали. Ну что, Кэпа тут что-то есть. Ружья нет уже, все, ружье уже использовал. Что, если коктейль молотова замутить? У меня тут бухач стоял. А, он бухач-то разбил у нас, в принципе. Да что же делать-то? Помогите! Тут точно ничего нет? На стол его я посмотреть не могу. Ржуйки, книжки. Че гореть-то может? А, вот стоп, тут че-то на полу. Я, кстати, хотел сказать, что сюжетно все напоминает историю Мобидика. Ту самую, когда капитан охотился за китом, и здесь что-то похожее. Что-то не так. Очень кстати. Да, да, вот очень кстати. Просто игра опережает уже мои мысли. Нет, не читать. А у капитана тут заначечка, да? Очень крепкая водка. Угу. Прекрасно. Ну, я не я, если это не коктейль Молдова. Я только не знаю, мы можем как-то вещи совмещать все-таки? 90 градусов. Да, она огнеопасна. Родная, она не просто огнеопасна. Это отличная спертяжка. Нет, я так не могу. Еще мне очень не хочется шарф использовать как тряпку, потому что шарф это память. Ну, я не знаю, потому что светильника здесь как такового нет. Но, наверное, нам компоненты надо капитану нести, чтобы он все это дело собрал. Или там просто будет место какое-то. Подождите. Без энергии это бесполезно. Ну да, все, что электрическое туда не подойдет. Поэтому, скорее всего, такой импровизированный светильник нам нужен. Шевелитесь, черт побери! Или нет. Значит, чего-то не хватает. А где я еще не посмотрел? У капитана мы нашли водку. Юколы мне не помощники. Сумка их вот та вот не трогается. Там нет ничего. Машин нам мы вроде бы все облазили. Чемоданчики. А там точно ничего больше нет. На палубе. Я ничего такого не припомню. Но давайте на всякий случай еще вот эту стойку, машину посмотрим. Потому что я вроде бы за все время с нее ничего толком не брал. А, вот тут что-то есть. А, это керосинка, да? Отверстие для топлива. Ну что заливать? Ну, не, родная. Тут уже все понятно, что заливать. Угу. Угу. Поджигаем. Супер. Супер. Надо было еще капитану там на донышке чутка оставить для храбрости. Тем не менее, вроде бы, ну, вроде бы продвигаемся. Какой-то такой лояльный кракен, да, говорит, там. Я вот, говорит, подожду вас топить. Вы пока побегайте, там, может, светильник, там, ловушку мне заготовьте. Такое, я думаю, уже пора было давно нас потопить. Ядри, ядри, ядри. Ядри, 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 ядри. Ядри, ядри, ядри. Сейчас я тебе покажу чудище! С тобой говорит капитан Уолл! Боишься, да? Капитан! Ну блин! Мне он даже понравился! Кейт Уокер! Сюда! Держитесь! А, то есть, в принципе, все было добраться, да? Ну и кошмар! То есть, это все-то... То есть, видите, очень странно, то есть подсказки, то нет подсказок при загрузках. Тук, низкий тока лучше? Да. Вроде. Мы в Находске? Миш Кейт Уокер должна говорить с Курком. Он впереди лодки. Так мне эти гномы нравятся, прям. Нет, мы в Баранайске. Или как он там? Парк развлечений. Курк, что случилось? Баранур. Баранур. Парк. Обалденно. Ха, бежать? В смысле, бежать? Ну... Ну, давайте попробуем, чё нет. Баранур? Баранур? Курк, тут же сильнейшая радиация. Надо немедленно уходить. Это невозможно, Кейт Уокер. Это знак от Духа. Они хотят, чтобы караван Юколов следовал тем же священным путём. Переход должен продолжаться. Духи указывают верный путь. Хе-хе-хе. Да погодите вы с этим путём. Надо сперва понять, насколько сильная радиация вокруг. Если мы получим слишком большую дозу, то до конца путешествия мы точно не доживём. Сложность не только в этом, Кейт Уокер. Мы сели на мель напротив пляжа. Откроем трюм, и страусы утонут. Надо вытащить кристалл на берег, чтобы открыть трюм. Первым делом нужно найти способ замерять радиоактивность вокруг. А до сих пор никому нельзя покидать кристалл. Я уже немножко даже Юколов начинаю узнавать. Там у нас... Вот этот, по-моему, товарищ, это кузнец. Там, ну, многие узнаваемые ребята. Радиационные очки. Антирады, да? Ладно, господа. Я думаю, всё-таки... Серия была полна на события. Баранур явно будет непростым местом. Целый парк аттракционов. Если вы успели рассмотреть, то там ещё было видно, что на заднем фоне стоят хрущёвочки, да? Ну, вон они, собственно, если так. Увидеть можно. Есть такое некое Сочи 2014, да? Наверное. Ну, не знаю. Посмотрим. Явно вылазить мы будем с помощью ледоруба. Всё-таки, на мой взгляд, они нужны как элемент передвижения по суше. Ну, реально, они очень похожи на вездеходные какие-то шины, покрышки. Вот. И по Баранурам мы, наверное, двинемся уже в следующей серии, господа. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова